Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Камарач и это обучающее видео для новичков, которые только что заходят в эту игру. Итак, когда вы прошли обучалку и подошли к скруджу, взяли задание на свой клейм и выбираете территорию, идете в портал, телепортируетесь в родномное место и ставите свой клейм. Первое, что я подскажу, где ставить свой клейм. Клейм обязательно ставьте, чтобы у вас была плодородная вот такая вот почва и чтобы захватывала немножечко песка, вот как здесь примерно, либо такое же количество воды, чтобы вы смогли либо выкопать песок, чтобы поставить дубильные тазы для отмачивания кожи, лена и так далее, либо просто чтобы была вода, чтобы сразу могли тазы поставить. Это уже на ваше усмотрение как лучше. Потом, обязательно в начале делайте 20-40 корзин вот таких. Прям помяните мое слово, вот возьмите и сделайте 20 штук хотя бы, это минимум. Смотрите сколько у меня их, у меня уже 30 уровень, а корзин просто куча. Они на 24 места, в них можно складывать абсолютно любые вещи, но правда единственное, что чем тяжелее вещь, тем меньше помещается ее в корзину, но это логично. Делайте обязательно сушильные рамки еще. Советую сделать 10 штук, у меня 5. Я все ленюсь сделать больше, но вам советую делать хотя бы десятку. И 10 дубильных тазов, это вот прям на старте, 20 корзин, 10 сушилок, 10 тазов хотя бы. Потом уже надо расширяться до 32 тазов, сушилок также можно ставить десятку. И дальше уже путешествовать по миру, что-то искать, собирать, ну и так далее. И делать сумки стараться. Сушить кожу, вы когда высушите кожу, отжали кожу, отмочили точнее, у вас получается вот такая вот кожа, из нее вы можете сделать себе сумку. Думаю надо все показывать, да, иначе никто не поймет. Значится, будем сейчас показывать. Кнопочкой B открывайте весь свой инвентарь, это тоже лайфхаки, все я буду сейчас рассказывать. Сначала открывайте просто сумку и на вот эту стрелочку нажимайте. Открыть все, у вас откроются все сумочки, которые у вас есть. И потом на клавишу B внизу вы просто так сворачиваете и открываете. Так, открываем, кладем сюда шкуру. Открываем сушильную рамку, забираем шкуру, кладем новую. Все, она сушится. Мы тем временем подходим к тазу. У меня, видите, уже воды нету, шкура вымочилась. Поменяла цвет. Забираем. Правая кнопка мыши заполнить. И шкуру вот сюда кладем. Хопа, дубильный таз. Когда много так загружаете, то тогда вам нужно просто отойти, вот так вот выбросить, на X нажать, он подымет, и потом на R нажимаете. И он будет повторять это действие. Точнее, вот так вот сделать, выбросить, потом на X поднять. И он будет повторять это действие, чтобы вы могли загрузить эту кожу в тазы. Очень удобно, чтобы быстро R нажали, она уже в руках, вы загружаете в таз. Очень быстро и эффективно. Теперь, по поводу урожая. Вот у меня есть урожай пшеницы. Как его быстро собрать? Мы зажимаем Ctrl и E. И он будет собирать автоматически весь урожай. Вообще, просто на E сбор урожая. Но Ctrl и E это автоматически. Вот пока он собирает, можно пойти попить чайку. Ну, только вот единственное, видите, да, вот эти он уже не соберет. Но это мой косяк, я неправильно начал. Если бы я встал вот здесь с персонажем, он бы все собрал. Так, видите, он заполнил мне весь инвентарь. Теперь нужно относить. Но это ладно, это потом. Вначале, когда у вас очень мало места, берите обязательно корзину над головой. То есть, вы ее поднимаете и носите вот так вот. В нее все можно складировать, пока у вас нет вот этих вот сумочек на 8 вот ячеек, как у меня. Обязательно пользуйтесь этим. Это увеличит вам место. Заготовка кожи. Я уже об этом говорил. И повторюсь еще раз. Чтобы делать вот такие сумки, надо отмачивать кожу. Для этого нужно путешествовать по миру, бить различных зверей. Сейчас я покажу зверяков, которых вы можете, монстров различных, которых вы можете убивать. Так, собираем пшеницу. Ой, собираем пшеницу. Перекидываем семена, чтобы вот так быстро перекидывать. Зажимаем Ctrl, зажимаем Shift и ПКМ. И, естественно, перекидываем. С пшеницы падает еще солома, которую вы можете скармливать коням. Можете скармливать, по-моему, ну, овцем, свиньям. Кто там у нас еще? Коровы, я уже сказал. Ну, то есть, животным, которые у вас есть. Но до этого пока что еще далеко. Так, скинули. Сюда семена. Поднял мешок хитрый. Сюда сейчас я скину пшеницу. Вот так вот из пшеницы делается хлеб. Из хлеба делаются пироги и очень многие полезные, вкусные вещи. Солому можно скидывать в другое. Советую делать очень много различной тары для того, чтобы... Это что такое? А, нельзя скинуть. Пшш, ешкин матрешкин. Ладно. Много различной тары для всей этой ерунды. Потому что, как видите, очень быстро это все забивается. И это все надо куда-то скидывать, сплавлять. Какие качать профессии? И как вообще развиваться в этой игре? Вы можете заниматься фермерством, как я. Попутно рыбалкой. Попутно путешествиями. Всем-всем-всем остальным. Чтобы прокачать вот эти все профессии, которые у вас есть. Но можете сделать проще. Можете вкачиваться в силу и бегать по миру, убивать различных монстров, кожу, собирать, расширять сумки, продавать, собирать камни, продавать на аукцион, собирать травы, продавать на аукцион. Короче, все продавать, себе ничего не оставлять, полностью работать на продажу. И тогда копить деньги, покупать хорошие инструменты, все хорошее. И уже, естественно, вкачиваться в другие профессии, готовить вкусную еду. Но это все в дальнейшем, это уже на такой, на дальнейший приоритет. Можно делать так. А можно, как я, по чуть-чуть каждую профессию развивать, потому что любая профессия вытекает из другой. То есть, чтобы вам сделать банально какую-то еду, вам нужно, допустим, вот, к примеру, да, вот резанный перец. Нужен нож, да, вот смотрите, нож. Что нужно для железного ножа? Ну, это сильно, для медного. Там, обработка металла, нужно молот, нужно наковальня, и вот погнала. То есть, все это взаимосвязано, и так потихоньку прокачивайтесь. Я считаю, что так интереснее. Вроде бы сказал, в принципе, все, что нужно для новичков, для старта. Еще хочу сказать, обязательно путешествуйте по миру. А, я еще обещал показать различных животных. Сейчас покажу. Мобов. Обязательно путешествуйте по миру. И ищите различные вещи, ищите семена, ищите вот мобиков, которые вот, они безобидны. Вот овец, коров, кошек, можно вот убивать. Монстры не нападают никакие, кроме волков. Не вот этих, а будет просто волк, написано красный. Он типа бешеный. Вот они на вас нападают. Но они, вы их даже вначале сможете убить, они слабенькие. И вот так вот вы бегаете по миру, скитаетесь, убиваете, разделываете животных. И зарабатываете себе кожу, мясо. Потом это все готовите, кушаете и развиваетесь. Советую это всем делать. Настоятельно это, не просто советую, настоятельно это рекомендую. Потом сушите кожу, отмачиваете, делаете себе сумки. И дальше стартует ваше развитие. В принципе, все. Если вдруг еще что-то будет, я буду рассказывать в других гайдах. А это все, что вам нужно для старта. С вами был Акамарачи. Всем огромное спасибо. И до скорых встреч. Подпишитесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok